Всем привет, друзья! С вами Realize. Решил снять вам такое короткое видео, где поделюсь с вами своими дальнейшими планами развития данного аккаунта. Для тех, кто не в курсе, у меня здесь все прокачано на максимум, то есть максимальный замок, максимальное количество бойцов и у каждого бойца, соответственно, сотый уровень. Единственная тема, которая мне сейчас интересна, это, конечно же, ходить на арену, но пока что я из себя там ничего не могу представить. И хоть у меня каждый боец одет в легендарные вещи, то есть у меня всего лишь одна эпическая вещь, все остальные легендарные по уровню, этого все равно недостаточно. Недостаточно по причине того, что у меня нету необходимых артефактов и также нету самоцветов. Дело в том, что я не вставляю ни серые, ни зеленые, ни синие самоцветы, я планирую вставлять только эпические самоцветы. Вот здесь я уже начал этим заниматься. У меня еще есть эпические самоцветы, просто сейчас нету денег на то, чтобы их вставить. И амулет я себе новый уникальный выбил, но этого еще недостаточно, чтобы действительно давать стоящий отпор на арене и занимать призовые места. Призовые места, я считаю, это либо первое, либо второе место. В идеале, конечно, только первое. Только таким образом можно действительно быстро фармить очки арены. Мощность моего отряда составляет 2 миллиона 200 тысяч. Для сотой арены это, конечно же, мало. Для комфортной арены сейчас необходимо иметь хотя бы 2 миллиона 600 тысяч. И эта мощность должна соответствовать действительности. То есть у меня был прошлый ролик про мощность отряда. Там я как раз-таки рассказывал, когда у людей завышенная мощность. Вот у меня действительно сейчас такая мощность. Она соответствует своей действительности, потому что я ходил на арену. И всех такой мощности противников я спокойно убивал. И убивал даже выше. Нормально по причине того, что у меня здесь нету каких-то лишних артефактов, которые не работают. То есть у меня 2 артефакта с условием раз в некоторое время. У меня нету самоцветов. А если есть самоцветы, то они только эпические. Потому что они действительно добавляют вам нормальные статы. Да, мощность растет. Но она полностью соответствует вот этим статам, которые дают эти самоцветы. А следующая моя ошибка. Ну как ошибка? Я просто, конечно, не знал, что мета поменяется. Я заранее, пока шел к сотому уровню, я готовился. То есть я себе приобрел артефакт телепортации за спину с условием раз в некоторое время. То есть я именно искал вот это идеальное условие. Я его нашел. Я обрадовался, когда пришел к сотой арене. То есть я понял, что этот артефакт сейчас не актуальный. Он там сейчас не работает. Поэтому, возможно, конечно же, когда-то он мне понадобится. Но дело в том, что когда он мне нужен прямо сейчас на старте, то есть для более легкого старта на арене, я им не могу пользоваться. И теперь у меня два слота просто прогорают. То есть я думал, что я забью двумя слотами. У меня будет два разбойника. И мне просто пришлось сделать из двух разбойников двоих лучников. И в итоге у меня сейчас три лучника. И по причине того, что мой отряд слабый, и я не могу занимать первые и вторые места на арене, я решил туда попросту не ходить. Но дело в том, что мой отряд от этого мощнее не становится. И на данный момент у меня в замке, в принципе, ничего интересного не происходит. Да, я получаю какие-то самоцветы. Я их прокачиваю, я их вставляю. Но все это очень медленно. А тем временем билеты у меня просто копятся. Их уже огромное количество. 819 турнирных билетов. Это на скидку можно играть на арене 7 дней. 7 дней без остановки. То есть, без учета того, что вы куда-то будете отходить в туалет, спать, кушать. Просто 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы потратить вот эти все билеты. Поэтому, друзья, чтобы мне не надоела игра, я не забросил проект. Я решил ходить на арену. Пусть я там буду получать, пусть я там буду занимать какие-то последние места. Но мы видим, что за билеты гарантированно в любом случае я получу 50 плюс 60 за все проведенные бои. А так как билетов у меня очень много, я в любом случае буду зарабатывать знаки доблести. И приобрету себе необходимый артефакт. И, возможно, броню со скелетами. Тем самым, конечно, лучше свой отряд. Потому что я не могу уже просто так сидеть и ничего не делать. Игра мне начинает просто надоедать. Так что я хочу вам сказать, я решил вот таким методом пользоваться. Да, пусть я буду получать, но в результате я хоть что-то себе приобрету. Я уже сегодня два раза сходил на арену, на разведку. Первый раз, кстати, как ни странно, я занял третье место. А второй раз, по-моему, шестое либо седьмое место. То есть я сейчас подбираю мету. И, конечно же, у меня будет материал для вас. Я посмотрю, как устроена сейчас арена изнутри. Какую мету лучше использовать на состязаниях. То есть, если это мне раньше кто-то рассказывал, я смотрел на примере других. То теперь я решил полностью с головой самостоятельно погрузиться вот в это дело. Также через три дня у нас заканчивается ивент. И, соответственно, через три дня уедет тележка вот со всем этим товаром. Я ни разу себе не покупал весенний сундук. По причине того, что у меня недостаточное количество алмазов. Мне осталось набрать 174 алмаза. Я думаю, за три дня я с этим справлюсь. И хочу себе купить один весенний сундук. Кто знает, мало ли, возможно, с первого прямо мне выпадет кольцо. И тогда будет это очень здорово. Но в любом случае, мне не жалко потратить эту 1300 алмазов. Потому что я не донатил. Вообще ни разу, в принципе, в этой игре я не донатил алмазы. За год игры я пять раз приобрел премиум аккаунт. И вначале купил себе сет Чавка. Тогда он еще был актуальный. Сейчас, конечно, нет никакого смысла его покупать. Потому что он эпический и очень слабый. А вот, в принципе, и все, друзья, что я вам хотел сказать. Так что в ближайшее время я буду очень-очень активно фармить арену. Так что вы меня можете там встретить. Ну и, соответственно, навешать мне сладостных люлей. Потому что я очень слабый. Увидимся на моем канале. Всем, друзья, удачи. Всем пока.